У вас должны быть листики вот в таком состоянии, то есть листики сами непосредственно. К ним проволочка и подкладочная ткань. У меня уже небольшой кусочек, потому что я подготовила листья, чтобы мы ее могли сегодня с вами собрать. Мы сейчас с вами обработаем 4 листа и 4 наших лепесточка. Два для бутылчика и для два цветочка. У меня в принципе все остальные тоже, что я их не успела сделать. Меня я специально оставила, чтобы показать. Я в видео приготовителям объяснила, как такие детали вырезаются. И мы в принципе на маргариках их уже делали. Сейчас повторю еще раз. Отлично, вижу десятки, сейчас у меня заработает уже легче. Мы берем. Будет иногда пропадать звук, вы не пугайтесь, я буду отключать. Потому что видите, я немножко подсипываю. Поэтому хотела представиться, рассказать какую-нибудь такую потрясающую историю. Но берегу голос, потому что может просто пропасть у меня он. Так, потому что у нас сегодня очень много людей. Все из разных городов. Здесь такой очень большой географичный урок. Значит, мы берем нашу деталь. Вот у меня здесь 4 штучки их, скрепленные степлером. Я их еще не вырезала. И вот такую бумажную. То есть картонную не делайте, потому что это будет очень тяжеловато. Сейчас я немножко опущу камеру. То есть она с бумагой легче вырезать. Укладываем на наши лепестки так, чтобы все везде совпадало и хватало места. И скрепляем степлером между вот этими зубчиками по краешку, чтобы нам не испортить деталь. Здесь по низу тоже выравниваем. Тут где все хватало. И скрепляем тоже где-нибудь в одном месте. Нужно нашу бумагу сейчас зафиксировать и прикрепить ее к нашим деталькам. Так, сейчас я пока вырезаю. Девочки, отпишитесь мне, поставьте пятерочки, если кто делает со мной. Потому что я знаю, что многие готовились, красили там, вырезали. Потому что это, в принципе, у вас было как домашнее задание. Я просто еще раз повторяю. Поставьте пятерочки, если кто-то делает со мной. И вот уже по бумаге, то есть карандашом нам такие детали, вот он уже вырезан. Обрабатывать мы будем каждый отдельно. И достаточно сложно срезать карандаш. Особенно вот в этих местах. Он у вас останется. Поэтому еще удобнее вырезать такой по бумажке. И там у вас карандаша точно не остается. И вот такими маленькими. То есть у меня есть вот такие ножницы для крупных деталей. И вот такими маленькими удобнее работать именно вот с миниатюрными какими-то изделиями. Резаем и начинаем аккуратненько вырезать. Здесь делайте очень хорошие провязи. Вот в этих местах у вас внизу и наверху, между зубчиками, как по выклеечке есть, так у вас должно быть прорезано не меньше. У меня пока цифрок нет. Здесь я вот так вот вырезаю в начале все места, где у меня нету спеклера. У меня заранее не распозналась выклеечка. И они пока держат выклеечку прификсированной. Да, очень много так уже. Вот так. Угу. Вот. Да, видно от большого количества чат перегружается и мне обновлять. Так. У кого уже готовы детали, ставим тогда узкую пяточку. Все я ее покажу. Здесь насрезаем. Вот у меня уже у нас такой. Все. Узкую пяточку ставим. Вот такой нож без прожилки, который. То есть мы листики обрабатываем с прожилкой. А это у нас ровная узкая пяточка. У кого основной только набор. То есть нет японских ножей. Ставите у вас она обычно. Или таким кругом узеньким. Или. Какой-то полукругом обрезанная. Ставим ее греться. Так. Сейчас я ее обрезаю. И у вас должно быть обязательно мокрое полотенце. Влажное полотенце под рукой. Потому что прежде их надо будет увлажнить наши детальки, чем обрабатывать. Прежде чем обрабатывать. И пяточка уже стоит. И вот так вот полностью вырезаем все наши детали. Здесь из-за того, чтобы потом в цветке у вас зубчики хорошо раскрылись, развернулся цветок. У вас должно быть тоже хорошее провизи сделано. Постоянно обновляет. Сейчас я посмотрю. Печатаю. И работаем мы на полужесткой подушке. Так. Значит смотрите. Пока у нас греется пяточка. Потому что начнем мы с нее. С наших обработки наших деталек. Мы приклеим проволочку к нашим листикам. Здесь проволочка приклеивается по прямой. Приклеиваем мы ее к ватклей. У меня японский хард. Я использую для приклеивания. Можно использовать вот такой вот клей Уху. Он продается в магазинах Леонардо, Вади. У кого какие-то сети есть в городе. Можно использовать. Как я тюбик сегодня вынесла. Только отсюда. А нет. У меня такой интернаж российский аналог. Есть корейский клей Леху. Такие же тюбики. Хоть чем удобнее. У вас здесь два носика. То есть вот когда вы детали собираете. На розах. Вот когда вам нужно проклеить на два. Можно вот носик выпустили. У вас полностью проволочка проклеена. Со второй стороны у нее здесь такая небольшая кисточка. Не, она потерялась. И можно прямо на самую подлежку наносить клей. Ну вот я никак не расскажу. Может быть получится, конечно, конференция. Но опять же там у нас не очень мало работы. Лидия. Это я про потрясающую историю, которую я давно взяла. Ну вот никак у меня не получается ничего подробно рассказать о себе. Я не очень такой плохой из меня автобиограф. Значит, берем проволочку. Опять же выравниваем, чтобы она у вас была ровненькая. И укладываем ее на наши листики по середине на два сантиметра сверху. У вас здесь вот остается. Вот я вот обычно беру, вот так два пальца ставлю. То есть высоко ее не ставьте. И вот здесь вот тоже у нас не поет. То есть здесь уже у нас три сантиметра. Это низковато. Вот два сантиметра вполне достаточно, чтобы лис... Ой, Маш, они разные. Я знаю, что корейский... Вот последний раз я покупала в Калининграде. Корейский стоял на полке за 50 рублей. Вот это Леха. Вот маленький тюбик. А это был 22 рубля. По-моему, 25. Работу я им очень мало. В принципе, для меня никакой особой разницы. Не выглядит ли, по-моему, вот это единственное, что он более такой липучий чуть-чуть. Также высыхает, также снимается. Вот здесь у меня, ну, по-моему, какие-то то ли роботы нарисованные. Такой вот Рекс. Клей ПВА для бумаги картона. Картонный отрок. Потому что они совершенно одинаковые, но цена у них такая вот. Да, утротонка одинарная, Наталья. Без прожилки, которая. Сейчас я еще раз покажу. Пора, почему они отличаются. То есть он вот такой вот. И, по-моему, еще какой-то есть. Потому что, как вот и Леху, он там есть с Свинкс, есть еще с покемонами что ли. Вот. Вот такой вот. Сейчас я еще. Нож я не нанесла. Я нанесла. Вот. Вот такая вот пяточка без прожилочки. У нас здесь чисто ваткой поверхности. Нам прожилочка в этом цветке не понадобится. Ну, значит, уложили проволочку. Наносим клей тоненьким слоем. Так вот распределяем его по проволочке. Тем пальчиками здесь снизу прихватили. И вот так вот аккуратно ведете, чтобы у вас такая тоненькая ниточка оставалась на палочке. Лишнее. Вытираем. Пальцы сняли лишнее. И пальцы полотенце. Обязательно вытирайте. Так вот приложили. И здесь хорошенечко. Делим на три. Потому что нам здесь ножки не нужны. Мы ее будем ставить прямо в притек. Нам только вот сюда немножечко нужно будет подальше завести. Поэтому на три части мы ее делим. На две не нужно. Будет очень длинно. Вот. Двадцать шестой. Двадцать восьмой. В зависимости от того, что у вас есть. Двадцать шестой. Двадцать восьмой номера мы ставим на листики. Так вот выровнили, прогладили. Здесь чуть повыше ставим. На полтора сантиметра у нас листик поменьше. Я в основном делю проволоку на три части. Нажить для роз. Если только какие-то длинные розовые ветки. Там нужно очень хорошо ее длинить. Да, я режу на две части. Именно для центральных листиков. Проглаживаем, выравниваем, чтобы она у вас хорошо легла. И помните, у нас закругленный конец наверху. Более светлый лист. Так, это тут маленький покороче. Снимаем внешнее. Отмерили. Он подается вот этот вот в тюбиках, тоже в канцелярских магазинах и в магазинах для творчества. Вот я покупала магазин для творчества. Сейчас я знаю, что леха продается в канцелярии. На сами цветочки, двадцать седьмую, вот ее можно на четыре части порезать. Потому что у нас здесь пойдет чуть-чуть сам цветочек, сантиметр наверх. Ножка три сантиметра. И вот у нас получается три-четыре сантиметра уходит в стебелек. То есть ее делим на четыре части. Ухватит двадцать седьмую проволочку. Двадцать восемь, двадцать семь. Двадцать шестая будет толстовата. Лучше двадцать восьмую использовать. Можно даже тридцатую взять. Тогда она получится совсем такая легкая и очень изящная. Тридцать третий будет маловато. Значит, берем. У меня инструмент нагрелся. Наши деталечки. Полотенце влажное. Оно у вас должно быть такое полувлажное. Не совсем мокрое. Да, двадцать восьмую можно. Нормально будет. Просто двадцать шестая будет очень грубовато смотреться. Толстоватый. На двадцать восьмую. Выкладываем наши детали в полотенчик. Прикрываем и прям так вот быстренько. Ручками проходим все, чтобы они немножко пропитались. Они у вас в один слой. Но вы их не держите. Значит, они у вас все будут очень мокрые. Потом укладываем на подушку. Сейчас я немножко потрясу, я камеру опущу. И проходимся по каждому зубчику. Инструмент в положении прямо у нас стоит. Мы поставили и провели вот так вот по зубчикам их обрабатываем. Стараемся работать более широкой частью. То есть не кончиком. Я пинцет. Работаем мы не нашим носиком, которому в основном он работает, а вот этой более широкой частью. Потому что у кого есть в наборе, потому что, как недавно выяснилось, этот нож называется не узкая пяточка, а очень маленький нож у Саёка Исута. И у нее их 4 вида. То есть если нам санируется в основном 2, иногда 3. Вот как узкая пятка, средняя пятка и широкая пятка. То у них есть еще один. Вот это называется очень маленький нож. И у нее есть узкая пятка. Вот она пошире. Там, если у вас она есть, то там работается именно носиком. Здесь нам, чтобы пройтись и обработать полностью дубчик, вот эту часть нам нужно обработать. Мы работаем вот этой частью. Именно сгибом, который у нас пошире. У меня... Это мы обрабатываем... Значит, если у вас... У меня вообще этот дышин, он двусторонний. То есть здесь у него нет лица изнанки. Потому что мы потом будем их собирать. И у нас часть пойдет внутрь, часть пойдет наружу. Поэтому мы давайте мы их обрабатываем. Тогда если у вас двухсторонняя ткань, то вы обрабатываете их... Вот так, сейчас я посмотрю по изнаночной стороне. Если ткань двусторонняя. То есть если у вас креп соотверт на глаз какой-то тоненький, то значит вы обрабатываете их с изнаночной стороны. Потому что дышин, креп дышин, они без лица. И здесь мы их потом будем варьировать. Вот мы бутончики будем собирать выпуклой частью наружу, а сами цветочки выпуклой внутрь. И вот так вот потихонечку прогреваю хорошо, чтобы они у вас вот таким вот образом обработались. Сейчас мы просто обрабатываем зубчики, притом не только по самим зубчикам. То есть мы начали сверху и ведем до основания, до наших разрезов. Старайтесь работать медленно, не торопитесь, чтобы у вас ткань хорошо прогревалась. У вас вот сам уже сворачивается трубочка. То есть такие бутончики у нас будут. У вас должно быть 11 штук. Пять на бутоны и шесть на цветочки. Еще раз повторю, если у вас ткань усторонняя, то есть у нее есть лицо и знанка, то вы обрабатываете с изнаночной стороны и подбаливаете. Никаких складочек по краям следите, чтобы не образовывалось. То есть у вас все детали должны быть гладкие, без залога. Так вот. Наталья, добрый вечер. Девочки, отпишите, все понятно по обработке наших лепестков. Здесь больше ничего дополнительного не будет по цветочкам. Но это все их остается только собрать. Сейчас я вам покажу их еще крупным планом. Пойдем в камеру. На листике покручен. Так, пятку можно после этого выключать. Сейчас, секунду, чтобы ничего не выключить. Так. 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 Они у нас, не поймут, не поймут, так вот, здесь. Посередине очень светленькие. Нарезти, ну, вы просто потерялся на росте. Вот такие они у вас зубчиками. Так, сейчас я включу токсировку, девочки, и вам покажу. Пока доделывайте. Сейчас я вам покажу. Они у нас вот такие вот маленькие наборки, помните? Это получается у нас с изнанки, если у вас здесь вторая ткань. И вот так вот с лица они. По зубчикам мы проходим хорошенько, чтобы у вас были вот эти вот ваши линии видны. Девочки, кто вместе со мной делает, отпишитесь мне, поставьте четверочки, что вы готовы продолжать. Мы это пока откладываем в сторонку. Все, берем подложку. Продолжим с нашими листиками. Ставим на четверочек. Если кто-то не делает, просто смотрит, то можно правильно задавать какие-то вопросы по шелковой флоретике. Я вам расскажу. Отлично, здесь четверочки. Хорошо. Значит, мы берем наши листики, с уже приклеенной палочкой. Клей более мягкий. Если у вас их два, то есть софт. Второй или вот можно, если вы работаете одним, то можно его. Зубную щетку и палкаточную ткань. Значит, у меня четыре, потому что остальные у меня готовы. У кого-то, скорее всего, уже проклеенные. А, сейчас лика. Значит, я покажу, пока вам работать, девочки. Я расскажу. Значит, наберем клей на щетку и наносим на подложку в одну сторону. Обязательно, девочки, чтобы все катышки, все у нас оставалось с одного краешка, и вы его не катали. Старайтесь размазывать как можно в более тонкий слой. Уложили наш листик и проходим сюда пальчиками. Соответственно, если вы где-то залезли на клей, то не забудьте пальцы вытереть, иначе у вас будет все испачканно в клею. Вся работа пойдет на смарку, потому что очень некрасиво смотрятся эти вот мулямы клеевые. Так вот, прошли здесь ноготочками по полочке вдоль, чтобы весь воздух вышел. Снимаем. Аккуратно старайтесь сильно не тянуть. Постепенно снимаете его и укладываете на подкладочную ткань под углом 45 градусов. Я взяла маленький листик. В любом случае всегда рекомендуется укладывать вначале большие детали, потому что у меня места есть, у меня хватит подкладочной ткани. Если вдруг у вас вот, вы как-то работаете, то начинайте всегда с больших. То есть если вы делаете листья для роз, вначале мы укладываем подклейку, а только потом вокруг нее мы укладываем листики, потому что листики всегда уложить проще, чем вы потом начнете пытаться между вашими листиками уложить большую подклейку. То же самое с большим. Мы его укладываем и по всей поверхности проходимся пальчиками, так, чтобы у нас клей лег полностью с той стороны. Пальцы не забываем вытирать обязательно. И здесь вдоль проволочки ноготочком стягивается деформация. Вы когда стягиваете, он у вас, если поменял форму, то есть более вытянулся, возьмите немножечко аккуратно с боков, потяните его, чтобы он вернулся к первоначальному положению. Потому что нам длинные листья здесь никогда идут, потому что мы их будем еще вытягивать в процессе обработки, тогда они у вас вообще уползут. Будет очень нехорошо. Очень такая длинная, худая ветка. И все вот остальные мы точно так же сажаем на поплавочную ткань. И счистить его достаточно проблематично, потому что клей нужно, с клеем нужно работать в хорошем темпе, класть его достаточно много, но достаточно мало, его тоненький очень слой. При этом, если вы там чуть-чуть придержались, то он у вас просто высохнет. не приклеится. Поэтому стараются клея класть много, что в принципе тоже нехорошо, потому что листья получаются тяжелыми, лепестки. И затем их очень сложно обработать. Так вот, если у вас так вот получилось, что все вклеен инструмент, то вы берете воду, кастрюльку, лимонную кислоту покупаете, обычную, точно так же, как мы кипятим чайники, чтобы вот там, вот этот налет весь сошел, вы точно так же кипятите инструмент. Вы ставите сюда, опускаете весь ваш инструмент, кипятите его. Так, у меня все листики проклеили. Так я уже все убираю, клей закрываю. Вот, чтобы они у вас не пересыхали, детали, их можно сразу вот, приклеили пару штук, сразу отрезали, и в файле под подложку, вот так вот все это спрятали, чтобы они не сохли. Можно в глянце уже она убирать. Чтобы ничего не пересыхало. Штатили отрезали, остальные убрали, спрятали. И кипятите до чистого состояния. Ульки при этом очень-таки после этого блестящие. Если у вас здесь вот не проклеилось, вот немножко оттянули, пальцы туда лезли, промазали и сверху приклеили. Здесь все прижали, чтобы у вас приклеилось. Вот, допускаете глимонную кислоту в мурки, припятите их, а потом хорошенечко промываете в поточной воде, чтобы у вас вся кислота сошла. Вот, а так, в принципе, с японским инструментом так вырезаем, мы его такой по контуру, без ничего, просто срезаем органзол, нашу лишнюю подкладочную ткань, чтобы ее нигде не было на лице видно. Аккуратненько вот так проходим. Здесь также делаем кругленький носик. И вот так на чистоту вводим наши листики. Потому что японские инструменты, им надо постоянно работать. В принципе, пятки даже, вот у меня есть широкая пятка, я ей практически не работаю. Именно широкая. Порядка 8, 7 или 8 миллиметров она ширина. То есть у меня в основном в работе 6-6-митровая, а вот 7-митровая она лежит. Я ей практически не работаю. Но у меня главное, чтобы на них не попадала вода, потому что это все-таки сталь, и она со временем ржавеет. Поэтому следите, чтобы у вас было, они лежали обязательно в сухом месте, если вы имеете, если разговор идет именно вот о таких инструментах. Значит, готовый инструмент стоит, греется. У нас одинарный нож. Проверим. Сейчас у меня чуть погревается. Значит, пока у нас листики лежат, значит, мы давайте соберем с вами печенки, чтобы нам не сидеть. Значит, берем наши тычиночки. Я уже готова. Три штучки. Мы берем клей. Проволочку. У меня 28-я. Тычинки укладываем. Старайтесь так, чтобы они у вас вот легли не ровненько, а чуть-чуть. Сейчас я скажу. Чтобы они у вас на разном уровне были. Можно даже вот их вот в такую лесенку уложить. Крайняя подлиннее, потом средняя и маленькая ушла вот вниз. Вот таким вот образом. Сверху отрезаем полтора сантиметра у трех тычинок. На 5 миллиметров наносим клей. Так вот нанесли. И укладываем нашу проволочку. Завернули вокруг нее тычинки. Старайтесь, чтобы у вас тычинки не распадались. Вот они как легли таким маленьким пучочком. Мы его еще потом сейчас тканью прикроем, ну, чтобы они поровнее лежали. Вот таким образом мы делаем заготовки на тычинках. У нас их должно быть для наших цветочков. На бутончике мы их не делаем. То есть у вас должно быть готово 6 штучек. На 6 цветочков так что бутончики у нас закрыты. Это уже, если вам хочется для экстремала, вы можете поставить внутри бутончиков. Но они у нас плотно там закрыты, там ничего не будет. Нам нужно только для цветочков. А у нас их 6 штучек. Значит, мы их приклеиваем, потом берем полосочку от нашего стебелька. Отрезаем высотой полтора сантиметра. Вот у меня она 2 сантиметровая у вас, по ширине должна быть. Здесь вот вы отрезаете, делите ее напополам, вдоль, по сантиметру. С каждой стороны у вас должно оставаться. Сверху поужину. Сразу разрезаем ее. И затем отрезаем 6 штучек по полтора сантиметра. Не ставьте их ровно, чтобы они у вас были. То есть они у нас на такой вот разной высоте. Их ставим. Вот так вот уложили, чтобы они у вас на разном уровне были. Сверху отмеряем по самой большой, полтора сантиметра срезаем лишнее. клей намазаем 5 миллиметров снизу на ножки. Нанесли. Затем кладем проволоку на эти 5 миллиметров проклеенных. Плохо, далеко вот так вот уложили. И вокруг проволочки заворачиваем наши тычинки. Так вот их убиваем, чтобы они у вас проволочки приклеились. Вот у вас таких заготовочек в приклеенных тычинок по 3 штучки. В проволочке 27, 28, 30 должно быть 6 штучек. Затем мы вот отрезаем эти наши полосочки сантиметр на полтора, сантиметр ширина, высота полтора. Наносим клей. Укладываем на 5 миллиметров, что мы приклеили проволочку, заходим на тычинки и сантиметр у нас ушел на саму проволочку. Посерединке кладем. Вот так вот приложили. И здесь закрываем ногтями вот здесь, вот смотрите, вот по этому, возле тычинок, с этой стороны, то есть мы оборачиваем и с этой стороны очень плотно продавливаем ноготочками, чтобы у нас там все приклеилось. Вот здесь вот прошлись прям хорошенечко. Лишний клей снимаем, чтобы все было чисто. Затем переворачиваем и здесь вот очень аккуратно. берем и вдоль тычинок срезаем. Старайтесь срезать как можно ближе, но при этом, чтобы у вас вот здесь вот не вылезла проволока и тычинки. Потом пальчиками вот так вот подкручиваем, заминая наш срезанный шов. Старайтесь срезать как можно меньше, потому что потом этот шов очень будет сложно его приклеить сюда, вот привернуть. у вас получается такая аккуратная чистая обвивка, без швов, без ничего. Так, еще раз показываю. наносим клей тоненьким слоем. Срезать как можно более тонкий слой. Затем на 5 миллиметров зашли на тычинки и сантиметр у нас ушел на проволочку. вложили. Перегибаем. Так вот их. И продавливаем хорошо, чтобы у нас полностью ткань обхватила нашу заготовку со всех сторон. И здесь потом вдоль лишнюю ткань мы срезаем. Режьте аккуратно, чтобы у вас не вырезал стебель. Не вылез. То есть ничего не должно быть вредно. И вот так вот пальцами зажали, прокрутили. Задавили на шов, прям так хорошенечко здесь вы проживаете пальцами, чтобы он у вас смялся и все будет чисто и ровненько. Вот таких нам нужно 6 заготовочек. Берем полужесткую подушку, чтобы у нас нести тоже дальше не сохли. Значит, если они у вас чуть подсохли, вы берете полотенчика, быстренько положили, лучше делать это с изнаночной стороны, потому что основное давление у нас идет сверху. Ну, вот так вот быстренько его полотенчиком промяли, так, чтобы у вас здесь, видите, он у меня прям влажный такой в руках, но при этом, чтобы пятна здесь не образовывались, иначе эти пятна у вас не высохнут, или высохнут, но останутся пятнами. Поэтому очень быстро вы их проходите с подним полотенчиком. Прямо не просто положили, они у вас там лежат, мокнут и пятнеют, скажем так, а именно вот так вот быстренько раз прошлись полотенчиком. Подвлажнили их по лицевой стороне. То есть не от нашей подсохранительной ткани, а по лицевой стороне берем нож и рисуем центральную пужелку, начиная прямо с кончика. Провели. Провели центральную желчку и затем с одной стороны линию дальше рисуем, отходим на миллиметр. Старайтесь как можно почаще, где-то миллиметр. Мы начинаем чертить вот такие вот линии. Но линии мы рисуем не просто прямые, то есть мы поставили вот так вот и начинаем вот так рисовать. а стараемся повторять контур нашего листа вот по этой линии. И такие вот полукруглые линии мы рисуем на нашем листике. Из кончика поставили нож на кончик и вот чуть-чуть здесь на середине начинаем расходиться на миллиметр отходим. То есть здесь ведем практически впритык наверху. Потом потихонечку отходим и полукруглым рисуем такую линию. И кончик опять ее заводим внутрь. Нож опять же в прямом положении. Мы рисуем наш листик. Поставили вот здесь вот здесь. И с противоположной стороны то же самое. Старайтесь в рисунке, чтобы линии у вас были четкие. Никуда не торопитесь. Потому что при вырине здесь очень будет хорошо видно. Линии у нас большие листья. Кладненько их разрисовываем. Вот такой лист у нас получается. Затем вы переворачиваете наизнанку. Вот видите, он у нас в такую трубочку свернулся. Вот нам, чтобы его слегка вывернуть, мы по краешку без сильного давления вот так вот мягко проводим по краю листика. Рисуем тоже такую линию. И выворачиваем его слегка наизнанку. Здесь порисовали. Опять перевернули на лицо. Поставили нож наверх. Надавили хорошенечко провели вдоль проволочки чуть-чуть, пока у вас освободился кончик. Вы берете пальцами, сильно схватили его и двигая ножом вы как бы пытаетесь вытащить лист из-под ножа и утягиваете, чтобы лист у вас вот так вот вытянулся. Почему я говорю, что у вас не должно быть, когда вы проклеивали, чтобы лист у вас не был острым. Иначе он бы сейчас вообще у вас вытянулся и получился такой очень длинный. И он за счет того, что мы его так продавили, он у нас вытягивается и здесь дополнительно у вас возникает волна на листике. Потом здесь легка взяли и вывернули его. Здесь снизу держим. Капотинули. То же самое с маленьким. Поставили, провели центральную жилку и начинаем изрисовывать с одной стороны. Здесь можно даже чуть почаще линии рисовать, потому что листик у нас маленький. Это только рождение нашей веточки получается. Здесь у него листики почаще. и по краешку. Если у вас здесь идет какое-то наверху наслоение, то не переживайте, потому что потом, когда вы его задавливаете ножом и утягиваете, у нас там все прячется. Старайтесь аккуратно рисовать по бокам и здесь внизу, они у вас особо не заходили на дружку, потому что здесь у нас листик будет виден надгиб. Перевернули наизнанку и слегка передраскрыли его, пройдя по краешку с изнаночной стороны. Перевернули. Делаем так, чтобы было удобно с правой стороны. Поставили нож, задавили, прихватили ваш листик, кончик прям, и начинаем его вытягивать, тянем прям. Вот так вот. Он у вас складывается и немножко выгибается, видите, волной становится за счет того, что мы тянем. так вот. Вот так вот. Продолжение следует...